Всем привет! Это все тот же компрессор, на котором мы ставили опыты в предыдущих видео. Можете посмотреть, было это давно или не правда. В общем, он все еще жив. Немножко изменился, здесь повышенная степень шатия, турбо-приставки уже нет, фильтра уже давно сломались, выкинули. Но сейчас вопрос не об этом, вопрос о выживаемости. Прикиньте, вы пользуетесь компрессором, воздухом от него, и он у вас ломается. По грошовой причине, сейчас расскажу вам по какой, и ломается, и вы встаете. Работает все, весь гараж, допустим, или то, чем вы занимаетесь, все встает. Причина может быть очень простая. Вот клапана. В головках стоят пластинчатые клапана. Если один ломается по какой-то причине, это неправильная установка, что-то попало, усталость металла, башка отваливается, вторая башка начинает работать на пределе. Если вы так продолжите работу, и вторая башка отвалится, не дай бог перегрев или тому подобное. Ну, в общем, надо ремонтировать. Ну, у меня такое случилось, конечно же, поэтому я и рассказываю. А почему рассказываю, если это грошовая вещь, но придется про нее рассказать. Потому что я поехал в магазин и не нашел во всех магазинах города нигде вот таких пластинчатых клапанов для компрессоров. Ни в магазинах, которые ими торгуют, ни в магазинах, которые запчасти для ремонта продают. Ничего нигде нету. В общем, если бы мне не повезло, я бы остался без воздуха всерьез и надолго. Там уже вопрос стоял о покупке нового компрессора. Но, знаете, это сейчас... Ну, вот это чудо, наверное, больше тридцатки уже стоит под 40 тысяч. Сами понимаете, это дорого. Да и как бы выкидывать компрессор из-за такой грошовой детали жалко. Я нашел клапан у друга на старом компрессоре. И после чего заказал на Алиэкспресс вот эти клапана. Они пластинчатые. Наборчик стоит 110 рублей. Правда, шли они полгода. Поэтому советую вам сразу после видео заказать себе такие клапана. И когда они придут, у вас будет запас. 110 рублей это не деньги по сравнению с тридцаткой за компрессор. Вот. В общем, сейчас для наглядности вскроем бошки, посмотрим клапана, заменим их на новые с Алиэкспресс и будем их тестить. И расскажу, почему они как ломаются. Вообще, в снятии головок с компрессора ничего сложного нет в принципе. Это вам не головки на машине снимать. Я заметил, что периодически бошки надо поднимать и чистить цилиндры в компрессоре. Потому что, как ни крути, какой-то шлак, грязь, пыль там все равно оседает. И со временем это может привести к каким-то там нежелательным потребствиям в виде задиров и прочей фигуры. Назовите это большой ТО-компрессор. Ну, без фильтров, конечно, чувствуется он. На цилиндрах появились задиры. Видимо, все-таки пыль, грязь туда пролетает. Вот они, вот они. Ну, хотя для таких годов, в принципе, состояние офигительное. Здесь и в бошках вот грязь. Ну, наработка у него, конечно, не шуточная. Он вкалывает без остановки. Приблизь сюда, пожалуйста. Клапана видно вот износ уже на них. Их, конечно... На клапанах видно износ. Их, конечно, можно притереть, но... Вот здесь вот бугорки прям чувствуются пальцем. Под своё место он уже лежит. В пакетике с Алиэкспресс вот такие пластинчатые клапана. Их 10 штук. На компрессор, на двухпоршневой надо всего лишь 4. То есть у вас офигительный запас остается. Если случилась беда, и у вас нет клапанов, клапанов, клапан очень нужен, деваться некуда. Можно выйти из ситуации при помощи щупов. Они не очень дорого стоят. Вот этот товарищ Ренат Чёрный посоветовал. Такой способ. Смотрите, подбираем по толщине щуп под клапан и выпиливаем из него клапан. Едем дальше радостно и счастливо. Но в будущем всё-таки надо... В будущем надо всё-таки приобрести нормальные клапана. Ну, раз уж замена клапанов, соответственно, полная чистка и притирка головок. Видео о том, как всё это собирается и прочее, было уже на моём канале. Но для тех, кому лень смотреть, вот смотрите, фишка с усадкой клапана. С посадкой клапана, блин. Вот. Подвязываем клапан, чтобы он нечаянно не выпрыгнул из своего места, когда будем стоять. Потому что один ставит сверху, другой вниз. Вот. И этот вот подвязываем. Он ложится ровно на своё место. И так мы можем вот так его... Этот на своём месте. Вот так мы его роняем. Всё. Всё на месте. Всё. Одну башку собрали, так же вторую. И по факту всё это пятиминутное видео можно было бы охарактеризовать короткой фразой. Если у вас есть поршневой компрессор, то купите на него комплект пластинчатых клапанов, чтобы не оказаться в просаке. А просак это сами знаете промежуток между чем. Вот. Кратко и ёмко. Купите клапана заранее, прежде чем попадёте в неловкую ситуацию. Я продолжаю собирать компрессор, а с вами, наверное, мы на сегодня закончим. Ну и напоследок ещё один дельный совет для тех, кто не передрачивает видео. Так, смотрите. Вот эти клапана, это жуткий дефицит. А ещё дефицит и постоянно проёбываемая деталь, это вот эта штучка. Идём здесь. Вот здесь вот штука такая крепится. Специальный клапан для слива конденсата. Он забивается, и иногда, когда остаточное давление, выстреливает и улетает в неизвестность. В магазинах такого в наличии нет. Они знают, что их нету, но они почему-то не заказывают. Мне вот пришлось сюда варить гайку, потому что там какая-то эски специфическая резьба. И эту гайку уже закрывать другим обычным болтом с шайбочкой. Поэтому, если есть возможность, тоже закажите спускной клапан, потому что он может улететь в неизвестном направлении. Ну и дырку придётся потом чем-то затыкивать. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok